Бездомные животные – проблема многих российских городов и дополнительная головная боль для коммунальных служб. Не исключение Чебоксары. Для регулирования численности бездомных животных выделяются бюджетные деньги. Правда, некоторые горожане интересуют, как они расходуются. В этом пыталась разобраться наш корреспондент Маргарита Львова. Работа в Чебоксарах по урегулированию численности бездомных собак ведется. Есть государственный контракт по отлову безнадзорных животных. Его исполнителем является спецавтохозяйство с заказчиком бюджетного учреждения управления ЖКХ и благоустройством. По условиям документа, животных нужно поймать, отвезти в пункт передержки и содержать их там от пяти дней до шести месяцев. На это выделяется более одного миллиона рублей. Но из-за того, что такого пункта передержки пока нет, соответственно, собак не ловят и не содержат. Вместо отлова работники спецавтохозяйства вынуждены умерщвлять бродячих животных специальным средством – детеленом. Процесс зачастую происходит на глазах взрослых и детей, что также вызывает борю возмущений. Этот метод требует гораздо меньше средств, чем содержание собачьего приюта. Не надо думать, что мы там какие-то миллионы, миллиарды зарабатываем. Суммы там незначительные, затраты практически в два раза превышают, практически возмещаемые нам. Это больше соцнагрузка, то есть это не контракт, не какое-то прибыльное дело, благодаря которому мы живем и получаем прибыль. Он, наоборот, убыточный. Решение проблемы готовы взять на себя активисты общественной организации «Живая планета». Тем более положительный опыт с участием волонтеров уже есть в Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде. Животные стерилизованы, то есть устранена одна из причин агрессивного поведения животных во время брачных игр. Животные беркованы, у них берковухи, люди знают, что это животное особо не представляет опасности. То есть снято социальная напряженность, и уже граждане городов более спокойно относятся к животным, которые находятся рядом с ними на улице городов. Городские власти в районе Пехтулинской свалки обещают создать пункт передержки. Волонтеры, в свою очередь, начнут строительство приюта для содержания собак в Новочебоксарске. Общественники намерены добиваться того, чтобы выделенные бюджетные деньги направлялись на гуманные цели. Маргарита Львова, Вадим Владимиров, Константин Козлов, Вести Чебоксары.